Андрей Геннадьевич, давайте с чего начнем. Сейчас появилась информация о том, что здание театра оперы и балета хотят законсервировать и якобы уже запрошены деньги на эти работы в Саратовской областной думе. Вот ваше мнение, стоит ли это делать или есть шанс, что работы могут быть продолжены и не нужно будет ничего делать? Я так понимаю, в областном бюджете сумма, которая запрашивается, совсем не лишняя. Но у нас остаются неиспользованные деньги, более миллиарда рублей, которые сейчас находятся на счету Адептстроя. И Адептстрой не может эти деньги сегодня вкладывать не только в консервацию, а вообще в работу по театру оперы и балета. Из-за того, что в один из прекрасных моментов ему заблокировали эти деньги по непонятным причинам. На самом деле момент выбран был, ну я не знаю, наверное, более неблагоприятного момента выбрать было нельзя. Ведь на сегодняшний день, на тот момент, это был сентябрь, шла вовсю подготовка к зиме. Здесь смонтирован тепловой узел, который купил Саратовстройсервис за свои деньги. Там сложная какая-то происходит юридическая составляющая, но это ведь на самом деле на театре работают патриоты. Я вам честно скажу, вот люди шли на, вкладывали сюда свои деньги просто из-за того, чтобы театр жил. Мы, этот театр, он для нас, для саратовцев, это важная составляющая. Причем важная составляющая не только нашего поколения, молодых людей, старшего наших родителей. Это важная составляющая Саратова с 19 века. Ведь на самом деле, на самом деле, вот тот театр, вместе с которым там небольшие остались фрагменты старого театра, возглавлял попечительский совет этого театра Афанасий Столыпин, которому юный племянник его, Лермонтов, посвятил начало поэма его знаменитой Бородино «Скажи-ка дяде ведь не даром». То есть, вот если возвращаемся к истокам этого театра, ну, знаете как, вот хотелось бы очень оптимистично поговорить сегодня о том, что мы в реалии участвуем в историческом событии. То есть, проводим оттуда параллель, да, и говорим о том, что, ну, всякое было, очень тяжелая стройка, очень тяжелая. Это 84 тысячи кубических метров строительных конструкций, которые в период изготовления театра, вот, то есть, 59-й, там, начало 60-х, многое делалось с листа. У нас часть конструкций с левой стороны не соответствовала тому материалу и тем конструкциям, которые были с правой. Вот, то есть, вот сегодня мы уже пришли к пониманию, мы, будем так говорить, выходим на финишную прямую, и зачем-то расторгается этот контракт. Причем, ну, со стороны генподрядчика у него мнение однозначное, что с ним незаконно расторгли контракт. На самом деле, адепт будет судиться, адепт будет судиться, театр будет стоять. Театр будет стоять, 15 миллионов или 14, 10, я не знаю, какую сумму там запросили, да это не те деньги для того, чтобы законсервировать. И зачем консервировать-то? Уже строители наши, Саратов стройсервис, со стороны улицы Казачьи практически вышли на Рустовку. Со стороны улицы, со стороны театральной площади тоже значительная часть сделана. И вдруг, неожиданно, опять получается у нас остановка, непонятно почему. Непонятно почему, на самом деле, опять получается, так лапка, в которую вложили там, ну, миллионы-миллионы рублей. Как она переживет эту зиму, зиму, весну, непонятно. Вот давайте все-таки вернемся к консервации объекта. Насколько реально это сейчас делать? Все реально. Реально все. Только вот надо сегодня начинать, а сегодня делать. Но это же какие-то процедуры, это же не в один день можно сделать. Можно делать, прям сегодня начать, разблокировав вот эти вот счета. Это вернуться к работе, вы видите? Это вернуться к работе. Просто вернуться к работе, которая была, ну, по каким-то причинам, возможно, да скорее всего, непонимание с обоих сторон, с обоих сторон, со стороны заказчика, со стороны генподрядчика. Ну, у нас надо, ну, можно как-то по-разному выяснять отношения. Ну, на наш взгляд, вот, чтобы театр-то не стоял, чтобы работа не стояла. А вы там деритесь, там что хотите, в суды ходите. Но рабочие должны работать, люди должны работать. Вот сегодня я стоял у театра, вот честно прохожу мимо, вот я шесть лет занимаюсь этим театром, у меня комок у горла. Остановился специально Алексей, вот, лепщик, да, он в свое время был награжден золотым знаком, золотым пером министра культуры Российской Федерации. Он стоит с слезами на глазах и говорит, Геннадьевич, ну, что случилось? Мы вот лепниной полтора года занимались, а она сейчас вся лепнина гипсовая превратится в ничто. В ничто. То есть, если кому-то кажется, что для нас это какая-то, ну, я не знаю, техническая работа, это не так. Это не так. Я почему сказал, что каждый из нас, в общем, кто занимается реставрацией, они делают для себя и по закону делают архивную справку. Мы сживаемся с этим объектом. Он наш родной становится. И все его проблемы, и все его беды, они наши становятся. И мы находим массу вариантов, чтобы выйти из этих бед. Сейчас не патовая ситуация, вообще не патовая. Надо просто продолжить работу, просто продолжить работу. Вот, к сожалению, не получится на сегодняшний день, допустим, закончить вот декоративно-штукатурный слой. Но можно, можно закрыть, укрыть, приложить все усилия, вернуть назад леса. С лесов закрыть целлофановой пленкой. Вот, на леса опять повесить защитную пленку. И тогда мы, ну, максимально, ну, как это, минимально, но сможем уберечь его от проникновения, его это театр, его это штукатурку, от проникновения влаги. Все участвовали в этом процессе. Ну, поймите, все, проектировщики, сейчас уже сотни строителей прошли через этот объект. Ну, давайте не будем, как бы, сгоряча рубить. Тем более, ну, не совсем законно это все. Давайте, может быть, учитывая, что скоро там день примирения, согласия, давайте, может быть, сядем за стол переговоров. Ну, не я, к сожалению, если от меня что-то возможно, я сяду за этот стол переговоров. Потому что мы понимаем ужасные последствия, которые будут. Это опять на следующий, или там через год, это опять десятки, а то, может быть, опять и сотни миллионов, которые придется тратить для того, чтобы вот провели инъектирование, инъектирование, да, укрепили кладку. Ну, по ней, вот зачастую, это же видно сейчас с театральной площади, вот, по ней еще не успели нанести штукатурку. То есть, кладка не защищена от атмосферных осадков. То есть, те связи, которые там воссозданы специальными материалами, дорогостоящими, трудоемкими, вот, но точно не будет это хорошо для кладки. И для того, чтобы двигаться дальше, нам надо придется изучать ее, все это заново. А сейчас, сейчас, вот сегодня, можно завтра начать, завтра начать. Нам погода, Господь на нашей стороне. Мы можем сейчас успеть еще многое, очень, очень многое. Первое, это снаружи, Владимир Валерьевич, доложит. Вот, теперь изнутри, на самом деле, он есть, этот тепловой узел. Надо, есть подведены трубы, определены места установки батарей. Значит, надо просто закончить работу. Но это не быстро, это месяц-два. Но если мы на сегодняшний день делаем, что полностью закрываем периметр, полностью закрываем периметр, я имею в виду невоссоздаваемые части, невоссоздаваемые части, а той части, где у нас располагается театральный зал. Театральный зал, административный корпус. Вот, если мы это сейчас закрываем, подключаем электричество, ну, там, повременно, или, ой, электричество, прости, и электричество тоже. По уже постоянной схеме запускаем его там, ну, при необходимых условиях. Начинается отопление, плюсовая температура, все. В принципе, внутренне, за внутреннюю часть театра мы спокойны. Да, я глубоко убежден, что и здесь вот сейчас, ну, просто, ну, я не знаю, может быть, кто-то, какой-то третийский судья должен выступить, какой-то, ну, поговорить просто, вот, что теряем, что теряем, из-за того, что вот сейчас, ну, на мой взгляд, я не могу принимать решение глобального, да, я просто выражаю свое мнение. На мой взгляд, поспешное расторжение, поспешное расторжение, вот, может привести, ну, к нехорошим последствиям. Владимир Владимирович, мы были в театре несколько недель назад, вы, да, насколько я знаю, позже ходили. Вот что там происходит? Ну, здравствуйте. К сожалению, практически не происходит ничего, то, что должно было происходить. Должна была бы происходить подготовка к зимнему периоду. Вот, к сожалению, работа приостановлена, не происходит ничего. Вот, самые тяжелые факторы, которые повлияют нам на дальнейшее производство работ, это отсутствие заполнения проемов по оси 14 и по вертикалям... А вот, чтобы было понятно всем. Значит, ось 14, это ось, которая соединяет реставрируемую часть с воссоздаваемой. Вот, то есть, это видно сейчас невооруженным глазом, все могут посмотреть, что проемы стоят незаполненные, то есть, соответственно, туда заходит избыточная влажность, туда залетают косые дожди, а по зиме снег, он просто туда будет залетать, ну, там будут и гробы, причем не только рядом с окнами, а по всему зданию. Вот, соответственно, у нас не заполнены эти проемы, у нас отсутствует отопление, несмотря на то, что часть системы отопления без установки радиаторов установлена, но радиаторов нет, пусконаладочных работ нет, то есть, она в полузачаточном состоянии, ну, процентов на 50, наверное, сделано, может быть, на 60 или 70, но не суть ее нет. Вот, и, то есть, и кроме того, конечно же, это опять видно, у нас не защищен внешний контур театра, то есть, у нас не защищены поверхности кирпичной кладки, у нас не защищены поверхности уже подготовленной к защитно-финишной и декоративной отделке поверхности штукатурного слоя, который, вот, полностью рисунок воспроизведен, осталось нанести только защитно-декоративный слой. Это со стороны Большой Казачьей, да, это сейчас можно увидеть. К сожалению, уже сейчас можно увидеть, что по этому выравнивающему подготовительному слою штукатурки уже начинают происходить процессы обводнения. Соответственно, если обводнение, то это высылов. Если это надолго запустить, то у нас биопоражение начнется. То есть, у нас... А биопоражение – это что? Водоросли, грибки, лишайники. Вот, даже несмотря на то, что мы старались, то есть, это все цементно-известковые штукатурки, но при таком интенсивном обводнении, ну, не выдержать. То есть, плетью облаком не пришибешь. То есть, если вода течет, течет и течет, а еще на фоне того, что здание не отапливается, то, соответственно, она течет, замерзает, оттаивает, замерзает, оттаивает. То есть, происходит деградация этого штукатурного слоя, и если оставить все в таком виде, в котором сейчас это находится, ну, мне часто задают вопрос, а вот насколько это пострадает? Это пострадает, пострадает значительно. А насколько пострадает в процентном соотношении, мы с вами это узнаем в мае-июне, когда вся вода избыточная из конструкции здания уйдет, когда она прогреется, и вот у нас все негативные прелести вырезут наружу.